Всем привет! Вы смотрите Балконный патруль. Мы продолжаем патрулировать балконы, лоджии, чердачки, мастерские жителей города Б. Каких только сокровищ не хранится в шкафах, тумбочках и чуланчиках наших героев. И сегодня мы в гостях у художницы Жени Октябрь. А вот и она, Женя. Привет! Здравствуйте! Мы сегодня у тебя не на балконе. Это подвальчик маленький. Это маленькая такая мастерская. Мастерская. Я хочу показать тем, чем я занимаюсь все лето. Вот это непонятно и пандемическое, но не пандемическое для меня. Очень даже творческое. Столько цветов у тебя здесь. Да, я пишу с натуры цветы, пишу розы, пишу полевые букеты, которые сейчас актуальны, которые пользуются спросом. Это был когда-то букет? Да, вот он, букет. С натуры я писала. То есть я просто так ничего не пишу. Естественно, все с какой-то целью, да? С выплеском эмоций, допустим, вот здесь выплеск эмоций. Здесь был выплеск эмоций про любовь? Не думаю. А еще в последнее время я увлеклась акварелем. Ну-ка. У меня здесь огромная папка с акварелями. Ой, давай пошерстим. Я каждый день пишу-пишу акварели. Вот сейчас, например, до вас за минут 20 я написала такие яблочки. А еще мокрые. Даже вот еще капельки остались. Вчера мне принесли мухомор настоящий с лесом. Я написала мухомор. А он еще где-то есть? Напоглядеть на натуру. Нет, я его выкинула. Уже отправился на погулять. А это роза с натуры. Еще одна. И тоже с натуры. Так я набиваю руку, скажем так, чтобы мне потом легче было писать маслом. А вот сколько времени тратится на вот такое? Весь минут. У профессионала? Да. У простого смертного? Сколько может потребоваться с помощью, допустим, с вашей жизни? Полчаса. Полчасика. Грибы, опять же. Сейчас вообще сезон грибов. Грибов, яблок. И грибов у меня много. Помидоры. А, какие вон там прям. Да, да, да. Вот эти красивые. Вот эти, ты посмотри. Они как балеринки. Потом, конечно, акварель оформляется в рамочку и в паспорту. И получается очень красивый подарок. Это фантастически. Можно сделать своим близким. Можно подарок себе, думаю, сделать в интерьер. То есть, если я хочу, допустим, вот сейчас посмотрю. Вот какой-то постер, картину. Я вам помогу написать акварель. Так. И мы можем пойти и оформить. Можем купить Люра Мерлен. Вот это Люра Мерлен рамочка и паспорту. 380 рублей-400. А можно оформить чуть подороже, но будет поинтереснее. Смотреться. Вот это паспорту, сама рамка. Салон имени Щетинина. Тоже знаем. Как тебя найти, Жень? Мы сейчас укажем. Пролетарская 139. Офисное здание. Офис номер 5. И инстаграм мы напишем. Куда можно черкнуть, чтобы поучиться не рисовать, а написать. Вот такую прелесть. Сейчас видите, акварель вообще на пике моды. Уже давно. Но я совмещаю и акварель, и масло. Естественно, в моем творчестве одни цветы. Их очень много. Не так давно я увлеклась портретами. Там жаркие есть. Но все продала. Пойдем туда, до жарков дойдем, потому что они фантастические. Это яблочный спас называется. Да, по очереди. Вот это розы. Я искала вот такую красивую розовую краску. Наконец-то нашла в лавке художника Ленина 54. А это еще отдельное какое-то приключение, отдельный квест найти, необходимого цвета краску. Вы знаете, вот такой в масле нет краски. Я ее нашла в акриле. А, акриловая. Да. А также очень пользуются спросом и любят люди. Особенно почему-то любят мой папа и братья натюрморт вот такого плана. Так она, а можно трогать, да? Да, конечно, она уже. Посмотрите, она же вот такими очень, как текстурными масками. Это называется пастозная живопись. Пастозный мазок – это значит крупный мазок, толстый. То есть художник не жадничал краски, да? Вы знаете, нет, не жадничал. Такими добрыми, как мазками, да? Мой рабочий день начинается с 9 утра и до 6 вечера. И целый день я пишу, пишу, пишу. То есть сначала нарабатываю руку акварелью, а потом перехожу на масло. А, это получается как черновички такие акварельные. То есть я работаю, работаю, работаю. То есть рука всегда должна быть набитого у художника. Набитого в хорошем смысле. Вот. А это, кстати, очень такая шквальная работа в том плане, что там была раньше другая картина. Это записано сверху. А шквальная, значит, у художника пришло настроение какое-то, да? Вот такая, да. Я даже ее писала. Я помню, что мне сердце билось, там, я не знаю, давление до 200, подскочило. Даже такое бывает? Это и есть вдохновение. Это и есть вот кайф. То есть если у тебя шалит доблежка, то, возможно, пришла твоя муза. Я не представляю, чтобы я была спокойная и писала вот так, и засыпала там за своими работами. Нет. То есть мурашки какие-нибудь, да? Эмоции, да. У художника это эмоции. Вот у тебя есть рабочее место. Да. Здесь я сижу, это тряпочки. Показывай, порассказывай нам, что у тебя здесь есть. Вот сейчас я очень сильно увлеклась, так как яблок очень много, мне приносят. Я их раскладываю на таком павлопосадском платке. И вообще полюбила немножко все такое а-ля русское. Да. И начинаю писать вот, допустим, акварель вот таким большого формата. Большим. Это у меня уйдет где-то частный. Потому что большой формат. Те розы, которые у меня уже опадают, я их спасаю в таких маленьких кружках. Это сегодня мне принесли живые розы. Вот. Я их, можно сказать, прям надышаться на них не могу, потому что их уже мало. Они же очень еще и ароматные представители. Да, да, садовый розы срам самый лучший. Да, и они такие. Акварель подарили. Все мои ученики. Давай мы ее покажем. Потому что... Акварель, конечно, загаженный. В этом какой-то весь кайф, ты шарм, да. В этих кистях, которым уже 150 лет, они все грязные. О, подержите подольше. Но они чистые вот здесь. А здесь они вот все. Здесь какая-то лопаточка. Вот давай мы их поразбираем и порассказываем. Вот эта лопаточка достигается вот этот вот, как говорится, сумасшедший... Ай! Мазок вот этот, да? Да. Ага. Это все, ну вот как, его называют в народе мастерок, шпатель. А, это шпатель? Шпатель художника? Да. Мастихин. Есть поменьше. А, мастихин. Они разных форм бывают. Естественно, от этого зависит и мазок разный. Есть вот побольше, есть поменьше киточки? Палитры в огромном количестве у меня тут и все. Тут же еда у меня, тут же парфюм. Вот это вот художники. Я тут же ем, тут же рисую. Если, допустим, вдруг я что-то увидела, что мне сильно нравится, я могу бросить еду, тут же рисовать, сесть. А вы палитры, они вот сколько живут? Да это может бесконечно эта доска жить. Она счищается. Вот опять же это лопаткой. Вот. Ну, тут же у меня хранится огромное количество этих старых акварельных всяких красок. Ну, а ты посмотришь. Маркеры для росписи сзади. Мне кажется, отдельная, знаешь, для аукциона, не знаю, экземпляр. Потому что вот художника все какое-то такое. Вроде бы старенькая. А сегодня мне еще принесли цветущий жасмин. Сказали. Это уникально, что в августе цветет жасмин. Но он тоже будет... Живой? Написан акварелью. У меня очень много объектов, которые мне нужно писать. Поэтому мне есть чем заняться. Розы, яблоки. Вот позади. Мне даже не хватает времени, чтобы на все. Вот это написать, вот это, что-то еще. У меня вот холст стоит. Где он? Где он? Новый. Покупаю. Быстрее, быстрее бегу. Вот такие сумасшедшие мы люди. Это конъюнктурная живопись. Да, это все вот этого года живопись получается? Эти работы те, которые пока здесь хранятся. А пока здесь. Потому что они все время продаются, продаются, продаются. Вот это посмотри, Сережка, какой цвет. А это с натуры, кстати, написано. Подсолнухи. Ну, сейчас уже они отцвели ближе к концу августа. Но вот эти яркие. Это, кстати, астрочки. Вот это вот георгины. Это те цветы, которые... А вот настры как раз к первому сентября. Слушай, Женя, к карбаклашкам. Это велосипед счастья я его назвала, вот этот велосипед. Вот там есть лодка. Это то, что у меня еще... Ну, как? Мне очень хочется на море. На море? А, это такая морская мечта. Я думаю, это всем хочется. Так, вот в этой стороне, что мы еще не посмотрели? Есть какая-то абстракция? Это абстракция моего младшего брата, картина. Я очень люблю абстракцию, ее мало кто понимает. Мне сильно нравится. А можно расшифровать? Ну, это натюрморт. Вот они, три цветка. Вот три цветка. А что, расшифровка? Яблоко. Так. И роспись. Октябрь. Все. Больше ничего не надо. Яблоки в октябре. Я хотела вам показать, как смотрятся грибы уже в оформлении. Такая, вот это и есть паспарту, вот эта вот подложечка, да, сверху. Рамка, рамка. Рамка, рамка и стекло. Давай еще раз я шифрую. Паспарту, это не паренек из-за Форда Боярта. Нет, нет, конечно, нет. Это как раз вот эта рамочка бумажная, да, которая оформляется. Как можно обычную бумажку с акварелькой оформить до нужного состояния, чтобы повесить дома. Ну, естественно, я иногда оформляю на продажу, допустим, в раму картины. А багет, багет это и есть сама рама. Чем отличается паспарту от багета? Паспарту это вот бумажка. Бумажечка, а багет это уже рамка. Вот, вот, вот в чем, в чем это самая разница. Потому что иногда вот такие... В мастерсках художников всегда грязно. Вот эти, ну как сказать-то, наших, давайте как сказать, фартуки, они всегда вот такие. Этому фартуку всего два месяца, немного. То есть, а... Он весь уделан. Ты так вот... А почему так много красок? Лично я, я вытираю даже фартуку. Все летит? А, кисточки? Да. Не, даже не отряпки, а фартуки. Все. Что это планы? Вот сейчас смотрю на розы и думаю... И что, что, что? Сейчас вы уйдете, я буду розы писать. Вот эти? Да. А как, они будут печальны, они будут веселые? Почему печальны? Нормально розы. Вот это вообще не печально. Это тоже, вот смотрите, что я уберу. Это совсем не печальны. Тут же у нас вещи у меня. Тут же сумка, таскать акварель. И есть у меня еще такая красивая палитра, огромная. Мне подарила художник, кстати. То есть она не тобой расписана, а кем-то? Нет, это не моя. Вот. И тут же я ем, и тут же картину. Кошмашка. Еще в моей мастерской иногда я даю занятия начинающим художникам, которые уже заканчивают художественные школы и хотят поступить в художественные заведения, такие как училище художественное на Валтайске, или Новосибирск, или наш политех. Вот это вот на самом деле, я знаю, что это не так просто карандашом отписать. Это очень трудно, и тут все неправильно. Я ее, конечно, еще буду гонять. А это еще и неправильно. Вот эти гипсы, которые у меня стоят на полу, мы уже рисовали с ней. Даже обычную кружку человек не может рисовать. Напишешь, нет, не нарисуешь. Это очень трудно. Мы на уроках рисования, да? Это называется азбука, азы. Вот. То, с чего начинается потом вот этот весь вот балдеж, с этих, с азов уже, сознание с этих азов. А вот то, что стоит из гипса вылеплено, это где-то куплено или то, что вы делаете? Это, конечно, в лавке художника я все покупаю. А, это вдруг сами же. Вообще у меня дома целая коллекция гипсов, но не таких. Огромные ноги, руки. Еще и ноги руки есть? Да, да, да. Я их собираю. Я сильно жуткая поклонница Микеланджел. А голова Давида есть? Но она мне не совсем нравится. Мне не нравятся холеные, красивые скульптуры. Мне нравятся немножко страшные. Страшноватые? С ума сойти. То есть, а есть ли, допустим, я ребенок или подросток, который хочет научиться творчеству? Я просто сажу этого человечка маленького сюда, даю кучу красок, холст, мажем. От какого возраста можно прийти к тебе? 6-7 лет. Ты же прям вот первоклашка? Да, да. Это мой возраст. Ну, в смысле, тот, который я могу. Это мой внутренний, да? То есть как раз... Ну, чем меньше, тем сложнее. А какое первое самое задание дается? Ну, конечно, вот мы пишем. Яблоки, что-то вот такое, но без всякого платка. Ну, не розы, конечно, но какие-то цветочки. А вот есть еще маркеры какие-то? Есть еще что-то в баночках? Да сейчас, знаете, столько всего продается. Это все допускается, да? На самом деле, вот это классика. Профессиональные какие-то деятельности, так скажем, художника. Ну, я вообще за любой кипиш, как говорится в материалах. То есть если чем художник разнообразнее, то есть использует в своем творчестве разные материалы, тем лучше. То есть нельзя зацикливаться только на масляной живописи. Нужно уметь и маркерами рисовать. И акрилом. Где-то есть как раз акриловые мазки, которые мы как раз разговаривали про розы. И маслом, и акварелию, и всем подряд. То есть мы с тобой как-то так особо-то не знакомы были, то есть ты за цветочные картины? То есть если мы вот у тебя смотрим, много-много-много-много, потому что ты девушка, мне нравятся цветы, конечно. Может быть это попсово кому-то покажется, но хотя у меня не попсовая живопись, у меня энергичная живопись, я считаю, это не попса. Конечно, я желаю всем хорошего настроения, хорошего здоровья и побольше яркости в жизни, хороших эмоций, настроения. Примерно как на моих работах. Друзья, заглядывайте в мастерскую к Жене Октябрь на Прилетарскую 135. Она здесь с 9 до 6, творите. Я напоминаю, что вы смотрели «Балконный патруль». Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова